Привет, друзья! Вы на канале HomeExpert, меня зовут Вова, и сегодня у нас топ 5 лучших портативных колонок для дома с отличным звуком. В каждой из них есть встроенный аккумулятор и подключение по Bluetooth. Устраивайтесь поудобнее и смотрите наш выпуск до конца, чтобы ничего не пропустить. Ссылки на все товары, как всегда, мы оставили в описании. И начинаем! На пятом месте у нас Sven HA930. Цена на момент записи ролика 13100 рублей. Самая бюджетная колонка в нашем рейтинге с LED-экраном и встроенным FM-приемником. Но обо всем по порядку. Технические характеристики у вас на экране. Начнем с мощности. 30 Вт будет достаточно, чтобы служить музыку на природе или в комнате с фоновым шумом от работающего чайника или пылесоса. У колонки три динамика. Большой с диаметром 75 мм отвечает за низкие частоты, а два соседних по 50 мм берут на себя высокие и средние. Также у модели есть пассивный излучатель, благодаря которому звук будет чистым на низких частотах. И басы будут звучать без хрипов даже на высокой громкости. Чтобы воспроизводить музыку со смартфона, у Sven есть беспроводное подключение по Bluetooth. Ну, конечно же. Радиус действия до 10 метров. Поэтому колонку не придется носить по квартире. Переключать треки можно будет из соседней комнаты. Также у модели есть встроенный FM-тюнер. Сможете включить любимую радиоволну. Like FM или там радиодача. И разъем USB, чтобы слушать музыку как раньше. С флешки. Вау. Есть поддержка самых популярных аудиоформатов. Ну, там MP3, WAV, там FLAC. Помимо порта USB есть миниджек 3,5 мм для антенны и микро-USB для зарядки. У модели два аккумулятора по 2200 мАч. Заряжается колонка с до 100% за 8 часов. А работает на одном заряде от 8 до 12, в зависимости от уровня громкости и частоты переключения трека. У колонки есть LED-дисплей и панель управления с сенсорными кнопками. Но считывают касания они с небольшой задержкой. Весит модель почти 2 кг. Есть устойчивые металлические ножки со специальными накладками, чтобы не царапать поверхность. Влагозащиты нет, ванную колонку лучше не ставить. В комплекте, помимо документов, кабелей питания и зарядки, есть телескопическая антенна. Итак, подытожим. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Высокая мощность. Есть пассивный излучатель. Воспроизведение музыки с USB flash, MP3, WAV, WMA, FM-радио. Телескопическая антенна в комплекте. Минусы. Нет влагозащиты. Сенсор подтормаживает и долгая зарядка. Sven HA930 это стильная и качественная колонка с хорошим звуком от культового бренда аудиотехники. Но даже такой внушительный список плюсов не дал модели подняться выше. Почему? Сейчас узнаем и двигаемся дальше по нашему ТОПу. На четвертом месте у нас Marshall M-Beton. Цена на момент записи ролика 17100 рублей. Компания Marshall более полувека специализируется на качественной, полноразмерной и портативной акустики. Эта модель не исключение. Она не займет много места и порадует отличным звуком. Технические характеристики на экране. Начнем с мощности. 20 ватт запасом хватит, чтобы слушать музыку не только в квартире, но и на природе. Два динамика особенно хорошо передают средние и высокие частоты и звучание инструментов. У модели есть поддержка Bluetooth 5.0, чтобы воспроизводить музыку со смартфона или планшета. Радиус действия подключения 10 метров. Этого достаточно, чтобы управлять колонкой из кухни или соседней комнаты небольшой двушки. При этом канал Bluetooth это единственный источник звука. Радио или разъема для флешки у Marshall тут нет. Полного заряда аккумулятора хватает почти на сутки непрерывного пользования. При этом колонка заряжается с нуля до 100 за три часа. Если вам надо спешить куда-то, то 20-30 минут зарядки хватит на 4 часа автономной работы. У модели нет наворотов вроде там дисплея и сенсоров, а за управление отвечает одна многофункциональная кнопка. С ее помощью вы можете воспроизводить, приостанавливать, пропускать треки и также регулировать громкость. Главная фишка Marshall M-Beton это степень защиты от влаги IPX7. Сможете поставить колонку возле бассейна и не переживать, что она там выйдет из строя из-за впрыска. Даже если вдруг ваша колонка упадет в воду, то выдержит погружение на глубину до одного метра в течение 30 минут. Весит модель всего 700 грамм. Это самая компактная и легкая колонка в рейтинге. Сможет поместиться в рюкзак или сумку. С техническими характеристиками мы закончили. Переходим к плюсам и минусам модели. Итак, плюсы. Хорошее воспроизведение средних и высоких частот. До 20 часов автономной работы. Быстрая зарядка. Степень защиты от влаги IPX7. Компактная и очень легкая. Минусы. Небольшая мощность. Не воспроизводит музыку с флешки. Нет FM-радио и конечно же цена. Marshall M-Beton. Компактная модель с хорошей степенью защиты от воды. Работает до 20 часов без подзарядки, но из-за небольшой мощности она не смогла подняться выше в рейтинге. Ссылку на модель мы оставим в описании. И двигаемся дальше. Третье место занимает конечно же Sony CRS-XG300. Цена на момент записи ролика 23000 рублей. Модель с большой мощностью, клубным звуком и хорошей автономностью. Технические характеристики. Где? У вас на экране конечно. Мощность 100 ватт поможет раскачать любую, абсолютно любую вечеринку. Учитывая, что Sony более 70 лет на рынке аудиотехники, они знают толк в качественном звучании. У модели есть пассивные излучатели, которые подчеркнут мощность басов. Также привычная круглая форма диффузора динамика заменена на прямоугольную. Площадь становится больше, звуковое давление повышается и басы звучат еще насыщеннее. А с помощью функции Mega Bass можно самостоятельно настроить звучание, чтобы басы стали более глубокими. В колонке можно подключиться по Bluetooth. Радиус действия до 30 метров. Удобно переключать треки на расстоянии и в квартире, и в загородном доме. Радио или разъема для флешки тут нет. Зато от колонки можно зарядить смартфон или планшет. Аккумулятора хватит до 25 часов работы. На полную зарядку у колонки уходит 5 часов, а за 10 минут можно оживить модель на 1 час. Дисплея и сенсора здесь нет. Все управление кнопочное, как мы любим. При этом есть отдельная кнопка под громкую связь. Можно отвечать на звонки прямо с колонки. Прикинь, вообще классно. Управлять моделью можно не только кнопками, но и через мобильное приложение Sony Music Center. Там вы найдете функцию подключения нескольких устройств, чтобы объединить до 100 беспроводных колонок и синхронизировать музыку. Также в приложении можно включить подсветку и выбрать режим под настроение. У Sony есть степень защиты IP67. Модель устойчива даже к соленой воде. Колонку можно взять с собой на вечеринку, бассейна или на пляж и не переживать, что она выйдет из строя. Весит модель 3 килограмма, так что можно еще и подкачаться. Для переноски есть удобная утапливаемая ручка. С техническими характеристиками все. Переходим к плюсам и минусам модели. Плюсы. Высокая мощность, есть пассивный излучатель, функция мега-бас, функция подключения нескольких устройств, громкая связь, 25 часов автономной работы, быстрая зарядка, удобное мобильное приложение, есть подсветка, заряжают другие гаджеты, есть ручка для переноски и степень защиты IP68. Вот сколько плюсов. И минусы. Цена. Не воспроизводят музыку с флешки и нет FM радио. Sony SRS-XG300 это мощная колонка с качественным звуком, настраиваемой подсветкой и большим набором функций. Но из-за своего веса, цены и отсутствия радио она не смогла подняться выше третьего места. Ссылку на эту модель в описании. Оставляем и переходим к серебряному призеру топа. На втором месте у нас расположилась, как вы думаете, кто? Правильно, это JBL Charge 5. Цена на момент записи ролика 15400 рублей. Одна из самых популярных колонок на мировом аудиорынке. Линейка Charge завоевала доверие у покупателя благодаря качеству звучания, многообразию цветов и удобному управлению. Но обо всем по порядку. Технические характеристики у вас на экране. Начнем с мощности. 40 ватт это оптимальное значение, чтобы отметить день рождения, например, в большой компании или пикника на природе. Колонки хорошо воспроизводят все частоты, даже на максимальной громкости. Не будет вот этих вот хрипов, дребезжаний. За четкие басы отвечают два пассивных излучателя по бокам корпуса. Управлять колонкой просто. Есть шесть кнопок. Сможете включать колонку, переключать треки, ставить их на паузу, прибавлять громкость. Ну, в общем, все, что нужно. Есть кнопка, которая отвечает за функцию Party Boost. Сможете подключить друг к другу сразу несколько колонок, чтобы создать крутой стереозвук или объединить два устройства в стереопару. Также есть кнопка, которая отвечает за Bluetooth. Сможете подключить колонку к смартфону, чтобы выбирать и переключать треки на расстояние. Радиус действия бесперебойного соединения до 10 метров. Ну, этого достаточно более чем. Музыку можно слушать только через Bluetooth. Радио нет, как и возможности подключить флешку. Разъем USB на корпусе работает только в качестве пауэрбанка для других устройств. Емкость аккумулятора JBL хватит на 20 часов работы без подзарядки. При этом заряжается колонка с 0 до 100 за 4 часа. У модели есть степень защиты влаги IP67. Колонку можно брать с собой на вечеринку у бассейна или включать в ванной. Брызг, ну, вообще она не боится никак. Весит модель чуть меньше килограмм, поэтому можете колонку положить к себе в рюкзак, в сумку там и все, на природу идти. У JBL есть большой выбор расцветок. Charge 5 можно купить в 9 цветах. С техническими характеристиками мы закончили наконец-то. И теперь перейдем к плюсам и минусам. Плюсы. Чистый звук на всех частотах. Есть также пассивный излучатель, функция пати-буст, заряжает другие гаджеты, до 20 часов автономной работы, легкая степень защиты, хорошая IP67 и 9 расцветок. Минусы. Не воспроизводит музыку с флешки и нет FM радио. JBL Charge 5 это стильная модель с хорошим звуком. Она долго работает, заряжает другие гаджеты и, конечно, не боится воды. Если же вам нужна еще более компактная бюджетная модель, присмотритесь к JBL Clip 4 Global. У нее есть встроенный карабин. Сможете закрепить колонку на рюкзаке и там за джинсы повесить и наслаждаться музыкой в походе или пикнике. Ссылки на обе модели по традиции, конечно, оставим в описании и переходим к нашему победителю. Вы готовы? Потому что первое место в нашем топе занимает Bangor Home Studio 2 за 18800 рублей. Это функциональная и стильная модель с отличным детализированным звуком. Технические характеристики вы видите на своих замечательных экранах. Вау! Вы только посмотрите, какая она классная. Просто стильный дизайн, кожаный ремешок, но об этом я, наверное, расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас расскажу про мощность этой колонки. Ведь она здесь 100 ватт, а это значит, что никакая мелодия не потеряется в фоновом шуме. Да и этого фонового шума вообще не будет слышно. У модели есть специальные регуляторы. Сможете настроить частоты и басы под себя, чтобы насладиться музыкой по полной. С функцией True Wireless Stereo можно усилить эффект от музыки в два раза. Она позволяет соединить две колонки Bangor в одну стереопару. У модели много разъемов. USB Type-A, чтобы вставить флешку для прослушивания трека в форматах MP3, WMA, WAV и FLAC. AUX, чтобы подключить наушники и слушать любимую музыку, не отвлекая окружающих. Также здесь есть разъем RCA, чтобы подключать колонку к другому устройству, например, к телевизору или виниловому проигрывателю. Есть и беспроводное подключение через Bluetooth 5.0, чтобы вывести на колонку треки с планшета или смартфона. При этом радиус действия, внимание, доходит до 50 метров. Колонка может работать как от сети, так и от аккумулятора. При этом питание от сети направляется напрямую на звуковую плату, уменьшая износ аккумулятора. Ну а кабель IEC идет в комплекте. Поэтому колонку можно взять с собой куда угодно. На работу, на природу, к друзьям в гости. И любимая музыка будет с вами рядом. Но под дождем устраивать вечеринку не стоит. Влагозащиты у модели нет. От аккумулятора колонка работает до 8 часов. Заряжается с 0 до 100 процентов за 5. А для зарядки колонки есть разъем USB Type-C. Кабель для подключения питания. Вот он. В комплекте есть вот такой беленький длинненький кабель. Весит колонка почти 4 килограмма. Она как бы и не тяжелая. Есть вот такой удобный ремешочек для переноски и тряпичный чехол. Модель выглядит, конечно же, стильно. Она впишется в любой формат вечеринки. И в домашнем интерьере будет смотреться органично. Итак, подытожим. Плюсы этой модели. Высокая мощность. Чистый звук. Удобная транспортировка. Работа от сети и от аккумулятора. Большая емкость аккумулятора. Функция True Wireless Stereo. Воспроведение музыки с флешки MP3, WAV, MI и регуляторы для точной настройки музыки так, как вам нужно. И минусы нет. Влагозащиты. И все это единственный минус. Итого, Bangor Home Studio 2 это колонка с объемным и чистым звуком. Если вы хотите сделать вечеринку зажигательной и яркой и наполнять дом приятной музыкой, то эта модель для вас. Ссылку на победителя рейтинга мы оставим в описании. Пожалуйста, нажимайте на нее, смотрите, выбирайте, покупайте. Друзья, если вам понравился этот выпуск, поставьте, пожалуйста, лайк и загляните на наш канал. У нас много интересных видео и, конечно, не забудь подписаться, но если вы, конечно, еще этого не сделали. Пишите в комментарии, какую колонку вы бы добавили в этот топ. Мы обязательно прислушаемся к вашему мнению. С вами был Вова, это канал Home Expert. Спасибо за просмотр, а я пойду послушаю музыку. Очень хорошая музыка. Спасибо за просмотр, а я пойду послушаю музыку. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!